Привет всем! Я приехала на озеро, здесь у меня теперь самое любимое место. Вчера сюда приезжала с креслом, с компьютером, но сосредоточиться не получается, потому что дети, дети кругом. Весьмек, Денис, что вы здесь делаете? Как ты думаешь, да? Пыталась побыть в одиночестве. Вообще я вам не могу передать, насколько я балдею от моего начавшегося отпуска. Почему-то каждый день занят, вы знаете, не так, чтобы совсем вот так вот сидеть и ничего не делать, аж тосковать. Вот так не получается. Конечно, сейчас начинается у нас жаркая погода, будем больше сидеть под кондиционером, но пока еще нет, пока еще. Сегодня должно быть максимум 90. И вот футболку я делаю только ради вас, потому что у нас сейчас самая такая ходовая одежда – это сланцы, шорты и майка. И все. Какие там каблуки, какие там вообще платья – это все для работы, это все для помещения, для улицы, для жаркой машины, где сразу же прилипаешь. Это, конечно, не годится куда. Вот. И сейчас вам расскажу. Первое. Вопрос. Девочкам, наверное, будет интересно. Мальчикам можно отворачиваться. Можно даже вообще не слушать, даже нужно не слушать. Зачем нужно это? Вот. Это про грудь. Грудь. Вчера у меня было по расписанию сделать маммографию. И я пришла. Как бы там же время, знаете, как бы назначено. То есть мне она заранее позвонила, кто-то там оператор, я не знаю кто. Мы назначили время такое, какое мне было удобно. Она сказала 30 мая. Она сказала 30 мая полностью свободно, все 24 часа. То есть у меня вообще безразличие было. Но вот утром как раз после завтрака мы позавтракали с Ли. И от нее сразу через дорогу у нас все рядом. Вот чем я люблю наш город, потому что все рядом. Тебе даже машина не нужна особо. Вот. И я приехала. Она мне попросила какие-то формы заполнить. Первый вопрос, какой они спрашивают сейчас. Это как бы требование времени, да? Это есть ли у вас импланты? Я сказала, ну нет, но я думаю об этом. Она говорит, ну я тоже думаю. Она такая, я тоже. Ну я только, не знаю, пока не бреевт, это значит не смелая. Не смелая. На самом деле, знаете, как бы, вот видите, сейчас здесь такое большое количество женщин, которые, в принципе, ставят импланты. В этом ничего такого абсолютно нет. Это нормально. У меня муж говорит, если ты решишь, ну конечно засыпает меня комплименты, понимаете, да? Но он говорит, ну если ты решишь, то это вообще не проблема. Ну нет, как хочешь, так и сделаешь. Но дело в том, что это такое важное, оказывается, решение. Думать-то об этом можно, но когда ты практически уже начинаешь об этом думать, и думаешь, что возможно, может быть, и стоит их поставить, и тебе нужно взвесить все-таки здоровье, или, не знаю, люди, конечно же, которые поставили эти импланты, они говорят, что это риск, это то и все. Я просто хожу и присматриваюсь, во-первых, вот в этом центре женского здоровья, да? Мне вчера девочка сказала, все работники, которые работают, у них ни у кого нет имплантов. Они об этом думают, но они это не делают. Как будто для вас уже что-то говорит, да? Когда сама эта процедура была с девушкой, которая делала мне это все, я очень рада, что там были одни девушки, такие молодые, они где-то им по 35, вот так, может, раз, около 30, между 30 и 40. И все, в общем-то, они в такой же комплекции, как я, такого же размера, как я. В принципе, я с своим размером абсолютно согласна, я с ним всю жизнь, и мне это нравится. Потому что я знаю, что многие женщины, у которых большая грудь, это большая проблема, там и то, и то, и то, очень много проблем. Маленькая, ну, в смысле, небольшая, нормального, обыкновенного размера, она не так теряет форму, она нормальная, короче говоря. Пусть не там не супер-пупер-секси, знаете, секс-бомба, но это вполне нормально, usable, как говорится, для жизни. Вот, и смотрю, девчонки тоже все такие же, а она говорит, а я говорю, да, только у меня здесь все просто, а она говорит, да, это гораздо проще зато делать маммографию с большим размером в груди женщины, говорит, нам приходится очень сложно. И я ее спрашиваю, говорю, а что, как проходит эта маммография, когда у тебя импланты? Она говорит, ну, вместо 4 снимков мы делаем 10. Вот так. Как-то она еще объяснила что-то, но я так толком и не поняла, что-то там еще такое делают. В общем, большее количество снимков, представляете? И так вот и подумаешь, знаете, 4 тысячи долларов, конечно, здесь это не так уж много, это вполне можно под силу, но стоит ли оно этого? Тоже, как вы думаете, задаете таким вопросом или нет? Я знаю точно, что сейчас, допустим, я еще пока об этом, может, и не думаю, я просто об этом говорю, да, но кто знает, когда тебе стукнет больше? Кто знает, да? Одна вещь, о которой я давно-давно хотела сказать, вообще даже поговорить, обсудить это, это не сплетня. Это просто, как бы, знаете, про прошлую историю, про которую рассказывала, некоторые даже употребили это слово, ну, в какой-то степени, наверное, это и да. Но я смотрю на это иначе. Если у тебя сейчас все хорошо в жизни, да, и ты слушаешь какую-то историю, это слышится как сплетня. Если ты сейчас в моменте принятия какого-то решения или в моменте получения последствий после этого решения, то каждая история для тебя урок, урок, понимаете? Где-то оттуда можно что-то вынести такое важное для себя. Вот именно для этого только я как бы иду на это и рассказываю это. Сегодня вот тоже такой урок, это не там чья-то судьба такая, это касается детей. Мне как-то написали вопрос, помогаю ли я детям. И на что, знаете, как я там ответила, что-то я уже не помню, но моя такая позиция, что у нас у всех разная ситуация, кто-то, мудрые люди имеют одного ребенка. Они знают, что все, что они заработали, все, что они нажили, идет одному ребенку и никаких склоков, ничего, никакого принятия решения. Когда у тебя больше одного ребенка, ты знаешь, что дети у тебя все равно, хоть у них родители они разные, кто-то ушлый, кто-то не очень, кто-то больше, знаете, такое нужно ему помочь, кому-то не надо помогать, он сам будет помогать. Вот так вот ситуация бывает разная. Мальчик это или девочка. Девочке сложнее заработать, мальчику там надо его вообще как бы воспитывать так, чтобы он ни от кого не зависел, чтобы он мог прокормить себя и семью. То есть ему, его нужно как бы отпускать свободное плавание пораньше. Ну это такая моя, такая мысль. Конечно, в нашей стране, знаете, как можно так отпуститься в свободное плавание, так и будешь это плавать до конца жизни. У меня так и не получилось, так и не получилось, видите. Если родители тебе хороший такой, большой такой крепкий старт не дадут, сам карабкается против ветра, против сечения бесполезно. Была бы я здесь учителем, за 25 лет я уже заработала себе свой миллион долларов, понимаете, пусть это не много, но это хоть что-то. А в своей стране ничего, я еле-еле к концу с концами сводила. Вот такие вот дела. И поэтому, видите, такой вопрос очень широкий. Но у меня есть коллега, она работает с трудными детьми, возраст у нее, наверное, под 40 где-то. Она такая, правда, тучная женщина, потому что с тучными женщинами я очень сильно не могу понять, какой у них возраст. Они мне все выглядят под 55. И у нее трое детей с мужем. Они с мужем женаты, наверное, лет 17. И у них трое детей, и все трое подростков. Это самое трудное время. И вот она всегда приходит хмурая, знаете, у нее она не создает впечатление женщины счастливой. Потому что женщина счастливая, она всегда улыбается, это уйдет из нее изнутри. Как бы по ней сразу видно, знаете, когда улыбка натянутая, когда настоящая. И вот она, она приходит и такая вот всегда, она, как бы себе, знаете, видно, что она на чем-то зависает в данный момент. Плюс еще дети, подростки. Если кто-то думает, что вот сейчас у меня родится ребенок, и сейчас у меня жизнь так круто изменится, и будет все в алмазах. Конечно же, ваша жизнь круто изменится. Но никто не говорил, что в хорошую сторону. Как бы это большой труд с детьми, это большая ответственность. Ты уже больше сам себе не принадлежишь. И плюс дети, это не всегда хорошие эмоции. Воспитание детей, это не всегда положительные эмоции. Когда школа заканчивается, многие родители наконец-то восстанавливают голос, понимаете, нервную систему и так далее. У ребенка тоже она восстанавливается. То есть вот так вот, понимаете, это много таких трудностей. У кого-то получается пройти через этот подростковый возраст без больших таких потерь и надрывов. У кого-то нет. Но большинство испытывает какие-то трудности. И вот у нее их три. Поэтому, конечно же, это сказывается на ее настроении каждый день. И вот мы с ней каждый день 30 минут нос к носу, но у нас особо времени разговаривать нет, потому что мы при исполнении, понимаете. Но иногда она, допустим, чуть-чуть опоздала и говорит, типа, сори, потому что звонили из школы. Я говорю, что такое уж случилось? Она говорит, да нет, мой старший снова не взял ланч. Я говорю, что он теперь голодный будет? Он говорит, да нет, он пойдет купить, конечно же, но платить он сам за это будет. Вот эта фраза меня, знаете, первое, так сначала шокировала. Я всегда же думала, что наша такая вот задача родителей кормить своих детей, содержать, думать об их будущем, давать мышь, пичкаем их знаниями, там, репетиторы, все-все-все, чтобы им помогло. Здесь немножечко, я вот не говорю, что все, да, но те люди, которых я наблюдаю. Человек зарабатывает, как бы, стабильно 4 тысячи долларов в месяц. И она не может заплатить, там, 3 доллара 45 центов за ланч ребенка. Не потому, что она не может заплатить, а потому, что у нее такие принципы. У нее трое детей. И вот, дальше продолжение истории. Потом, значит, еще вот так вот оно было, было, было. И, в общем, я поняла, что у нее со старшим какая-то там проблема с этим ланчем. Она говорит, все просто потому, что я ему, как бы, он не ест там, что попал, ну, он перебирает еду, да. Говорит, когда я ему предоставила выбор, тогда дело пошло. И вот уже, когда последний день у нас был школа, и мы, когда у нас был дополнительный ресесс, и мы смогли с ней немножко поговорить, я у нее как-то, мы опять перешли на детей. И я у нее спросила, говорю, а вот как он будет платить, у него что, деньги есть свои? Она говорит, да, конечно, он зарабатывает. Ему еще 15 было лет, он пошел, работал, вот в Браунс у нас магазин такой, и там же и еда, drive-thru, да. И, в общем, он там работал по сводству, в воскресенье. Пока у тебя 15 лет несовершеннолетний, ты можешь работать там что там, 4,5 часа, я не помню по закону какой. И вот сейчас ему 16, он работает полный рабочий день, 8-часовой каникулы, он может заработать себе. Вот, и она сказала, говорит, вот у него машина, сейчас у него, говорит, на счету есть 1000 долларов в банке, он не хочет тратить на машину, говорит, какой-то все же обычно подростки, знаете, зациклены на машинах, первая должна быть громкая и быстрая. Вот, а он говорит, нет, он водит мою машину, старую, Шеви, вот, и я оплачиваю только 50%, то есть половину бензина, половина страховки, все это на нем. То есть у нее четко расставлен, да, вот это, вот это, вот это я покрываю, все остальное на тебе. Я, знаете, просто обалдела. Я говорю ей только, знаете, как бы вслух произнесла, говорю, как бы я хотела знать тебя, когда мои дети были подростками. Хотя, я говорю, добавила, что у нас в России, конечно, нет такого закона, у нас нелегально, если ребенок работает до 18, по-моему, да, и тем более не было мест, куда, куда, нигде не берут. У меня, когда сын студент, сыны один и второй студентами были, они не могли устроиться на неполный рабочий день, на дневном, особенно, когда работаешь, что у них большой выбор работы после учебы, вот, а на заочные уходить, это же сразу в армию заберут. В общем, вот так вот было трудно. Конечно же, я их содержала до тех пор, пока они не закончили свое обучение, правильно? То есть за обучение плати, плюс еще нужно дать на хлеб с чем-то. Вот так, понимаете? То есть у меня получалось так, что до 20 с чем-то лет полностью моя обязанность практически, на 90 процентов. Они, конечно, там что-то свое имели еще, но это не так много. А иногда, когда заканчивают они, вот, получил он диплом, и что дальше? Работу-то найти трудно, а, как говорится, ну, зарплата среднестатистическая кричат-то одну, а она на деле-то другая совсем. И как они там выживают, честно говоря, даже не знаю. Вот, в общем, вот такие дела, знаете. И это не один случай такой. У меня и другая, у меня зауч, которая получает еще больше, чем этот учитель. То есть у него год там пятизначная, да? Нет. Шестизначное число, скажем так. И она, у нее тоже двое детей, и все секции же платные здесь. Она сказала, значит, что, вот, например, дочь у нее есть, говорит, я тебе плачу за гимнастику, и плачу еще за что-то там она, за что-то еще. А музыка, музыку говорит, я уже не могу, если только у тебя будут там свои деньги какие-то, или там, не знаю, откуда она может взять деньги. В общем, она сказала, что музыку она покрывать не может, это для нее слишком много. И сыну тоже самое она сказала, говорит, вот это, вот это я плачу, а если хочешь, допустим, еще и баскетбол, то иди, работай, подрабатывай, плати себе за баскетбол. Понятно. Вот какие отношения. Когда я сказала об этом мужу, муж у меня совершенно даже и не моргнул, говорит, правильно, я с 12 лет работал. У моего папы огромная ферма. Я, естественно, ему помогала. Сначала мне платил доллар с четвертью в час, потом полтора, потом два с половиной, и так, 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 и так далее, понимаете. И все, говорит, я их не тратила, я их собирала на колледж. И вот, говорит, мне, в принципе, вот этих денег хватало до апреля, которые вот платить за учебу и за жизнь. Но я работала каждый день, иначе как? Понятно? На времени, на то, чтобы тусить или курить что-нибудь, как там другие у него не было. Просто не было. Иначе, если он там загуляет, и от чем он будет платить? Вот так. Плюс, если ты сын, один только в семье, нужно помогать, правильно? Поэтому он, конечно, знает все с 12 лет, и как, и сезон, знаете, какой у фермеров. То пахать, то сеять, то собирать, то урожай и так далее. Вот такие дела. Так что, такие, смотрите, отношения. Да, тоже есть над чем подумать. Конечно, не знаю. Ну, вот у меня вот так не получилось. Может, у кого-то так получается, но у меня не получилось. У меня двое сыновей. Я, конечно, пытаюсь как бы держаться в стороне, чтобы больше для них было стимула, чтобы все-таки они должны... но иногда мне чисто по-женски жалко их, понимаете. Я, конечно, не сильно помогаю, но вот там все с ним чуть-чуть иногда, потому что я считаю, что ничего такого плохого нет. Забаловать тоже сильно очень не хочется. Не потому что ты злой, а просто потому что, опять же, да, чтобы у человека самого был какой-то стимул, потому что, чтобы инфантильность эта не развивалась. Хуже нет, знаете, чем инфантильный человек. Потому что здесь вот я смотрю, ребята, да, почему они такие ответственные? Потому что они сами по себе, сами по себе с 15 лет. Вот уже думают, что-то рассчитывают. Вот у меня банк, вот у меня счет, вот за это я плачу, вот это я могу себе позволить, это я не могу себе позволить. Потому что когда это свои заработанные деньги, ты начинаешь понимать, что такое деньги, как они тратятся, да, как они приходят. То иногда родители говорят, что ты хоть знаешь, как зарабатывать эти деньги, как это сложно, да, поди хоть рубль заработай. Они не понимают, они не чувствуют этого, потому что это не их деньги, это не заработанные, это родительские. Поэтому они легко ими в чем сшвыряются. А когда он зарабатывает, это с этим другое отношение. Ну вот так вот. Вот такая сегодня была тема. Всем удачи, отдыхайте, увидимся, пока-пока. Я надеюсь, все-таки комары ко мне не присели. Знаете, я заметила, я нашла крем у себя в шкафу. Я уже переложила три шкафа. Еще два впереди. Вот. И нашла банку крема, который я когда-то купила в Коско. Он там увлажняющий, с витамином каким-то... Я его купила, принесла домой, открыла, и там такой запах типа нафталиновой бабушки. Фу! Вонючий невозможно. Но он очень хорошо увлажняет. И вот я один день намазала ноги и приехала на речку. Ни одна насекомая не села на меня. И я вот думаю, если это тот крем, то я его буду любить. Как сегодня хорошо здесь, тихо, уютно. Прям вот все принадлежит тебе. Была бы это чистая вода, значит, такое кристально чистое озеро. Боже мой, ничего не надо больше для счастья, а? Я представляю, как бы тут за него добились бы. И так бьются. Вот туда дальше по дороге, если ехать, я сюда приехала вот на Мемориал, да и здесь все было, все было забито. Вот это видите, все зеленое пространство. Пикники сплошные, компании, семьи, ой, дети перебегают дорогу, в общем, только гляди. И вот там туда я поехала, там развернулась. Там дальше начинаются такие, как бы, дачные домики, которые можно снять. И такие же дачные домики с причалами для рыбаков, для тех, которых лодка есть или вообще просто, которые повеселиться хотят. Тоже вот по этой стороне, на том берегу.